Произведение ивановского художника по металлу Владимира Волкова теперь можно увидеть и во дворе гимназии номер 23. Здесь появилась композиция под названием «Русь непокорная». Установить ее предложил городской комитет по культуре, и руководство школы согласилось. Вид у Наполеона то ли задумчивый, то ли разочарованный. По задумке автора это образ человека поверженного. И хотя в истории к Наполеону отношение крайне негативное, школьники проводят на этой скамейке время с удовольствием. Двор 23 гимназии для Наполеона стал домом не случайно. Учебное учреждение славится углубленным изучением языков. У нас английский, немецкий, китайский язык изучается, но особенностью нашей является именно французский язык. Мы ему уделяем особое внимание. В рамках изучения языка мы частенько встречаемся с французами, которые обучаются у нас в высших учебных заведениях по программам обмена, ну как бы с носителем языка, да. А так у нас проходит русско-французский обмен. В этом году уже в седьмой раз проходил этот обмен. И мы планируем в 2020-м продолжить эту славную традицию. Памятник органично вписался в школьный двор. С ним с удовольствием фотографируются не только школьники, но и случайные прохожие. У гимназистов даже появилась традиция – тереть медальон на шляпе Бонапарта перед контрольными и экзаменами по французскому. Мы для газеты нашей школьной, называется «23 путь», решили сделать небольшую статью. Написать про эту Наполеону, про его историю, скажем так, как он здесь вообще оказался. И в рамках вот этой статьи мы решили сделать небольшую вкладочку. Значит, мы сделали фотографию его и отправили французам. И они, и спросили у них, как им этот памятник понравился им, что они о нем скажут. И мы получили ответ, мальчик зовут Бенжамен. Он сказал, что это очень хороший подарок, и мы вам завидуем. А позавидовать действительно есть чему. В городе и области Владимир Волков установил уже 35 работ. Принципу «делаю и дарю» он следует уже много лет. Вот эта скульптура «Волк и теленок» знакома всем посетителям 6-й детской поликлиники еще с 2011 года. Сейчас учреждение «Ремонт», и автор воспользовался возможностью немного обновить композицию. В чем вся сложность вот этого была? То, что он уже прикипел ко всем, уже его зацеловали уже всего. И просто что-то конкретно менять я, конечно, не стал. А именно вот, ну, кое-что добавил, оживил. Такой более-менее мультяшный такой получился, я сказал. В мастерской, больше похожий на музей, множество удивительных экспонатов. Не каждому дано увидеть в окалине танцовщицу или корабль, попавший в бурю. От одной интересной детали может родиться шедевр. Подобную композицию из кованых старинных гвоздей под названием «Семейный букет» Владимир Волков подарил Ивану Хлобыстину. И тот был в восторге. Художник по металлу рассказывает, тяга к железу возникла более 30 лет назад. А вот первые объемные фигуры Дон Кихота и Санчо Панса появились сравнительно недавно. Очень любил я, короче, вот Сервантаса, вот этого все, Дон Кихота самого. Может, я и сам на него чем-то похож. Но факт тот, что он сделал полностью ржавых лопат, и вот эта вся структура, она проявляется, вот, они мне очень дороги. Просто-напросто, вот вы не поверите, мне за них столько денег предлагали и столько раз, но я их так никому не отдал. Во многом, благодаря Владимиру Волкову, парк Степанова обрел свой неповторимый облик. Здесь расположился сквер металлических скульптур. Ежегодно в нем появляются новые композиции. Одни из последних работ – «Сосновая шишка из старых лопат» и «Корова из мультфильма «Простоквашина». Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.